В России регулярно проходят презентации разных инновационных проектов. Роботы, военная техника, автомобили, компьютерные разработки. Деньги выделяются, ученые стараются. Получается, к сожалению, не всегда. Эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ. Самый, пожалуй, громкий и амбициозный пример — Йотафон. В 2014-м его регулярно показывали на федеральных каналах и очень гордились. Разработка хоть и была частной, но активно продвигалась всеми, вплоть до первых лиц государства. Apple напрягся, в общем. Apple напрягся. После вот этого нашего смартфона. Этот действительно сложный с инженерной точки зрения смартфон в свое время произвел настоящий фурор. Гендиректор компании Ростех и совладелец Йота Девайсис Сергей Чемизов всегда носил его в кармане, чтобы при случае показать и похвалить. Здесь пять инноваций, которые запатентованы. Путин даже вручал разработку главе КНР. К сожалению, супертелефон быстро разочаровал пользователей. Йотафон просто охеренно нагревается. Когда он нагревается, черно-белый экран выключается. За два года продаж в мире купили меньше 100 тысяч аппаратов. Для сравнения, Apple продает 3 миллиона айфонов в неделю. Компанию Йота Девайсис эта тенденция не смутила. Вторую версию смартфона усовершенствовали, но цену загнули заоблачную. Компания, выпустившая один телефон, который, простите меня, обос***ся, выпустила второй телефон по цене, превышающий все тогда практически существовавшие флагманы. В итоге в прошлом году глава Ростеха Чемизов заявил, что денег на третий Йотафон у производителя нет. А в июле этого года компанию окончательно продали китайцам. Из-за слишком большой стоимости для пользователя неудел остался «Эльбрус-401». Первый современный персональный компьютер российского производства был не так уж и плох, но стоил 200 тысяч рублей. За такие деньги можно купить два топовых заграничных аналога. Вот вам другая российская разработка. Беспилотный летательный аппарат со встроенной камерой и патриотичным названием «Держава». Сделано в Тамбове. Правда, инновация смутно что-то напоминает. Тамбовская держава обойдется в 85 тысяч. Беспилотник разработан на базе платформы DJI. Разработан на платформе? А разве это просто не самая дешевая и самая старая версия популярного китайского дрона? Только в три раза дороже. С дронами у России пока вообще не складывается. Все помнят несчастный коптер почты России. Этот и сам поломался во время первого же полета и людей чуть не покалечил. Это робот горчо любимой мною фирмы Boston Dynamics. Ходит, прыгает, открывает двери и даже танцует. А это боевой робот-аватар российская разработка. Он и правда, как из одноименного фильма, управляется спрятанным в подсобке оператором. По-моему, лицо Владимира Владимировича выражает легкое недоверие. А ведь это он еще не знает, что создатели роботов-камуфляжа уже приступили к разработке роботов в скафандре. САР-401, которого уже решили назвать Федором, в 2020-м должен отправиться служить на МКС. Федор силен и ловок. Умеет уверенно ходить, отжиматься и качать свои железные бицепсы. А еще Федор наверняка в будущем не припомнит грубого обращения. Вон они, как с Атласом в Boston Dynamics. Впрочем, Федор такого падения, наверное, не пережил бы. И обидевшись, сел в ее мобиль и уехал в закат. Если бы ее мобиль, конечно, ездил. Надо сказать, президент России вообще в курсе всех новинок и последних разработок. Чего только ему уже не презентовали. Вот он знакомится с роботом-промоботом в Перми. А тут любуется силиконовым Пушкиным. Он вообще-то должен помогать школьникам изучать произведения своего человеческого парообраза. Но при виде верховного главнокомандующего цифровое солнце русской поэзии заклинило. Или вот еще один полезный робот. Сергей Михайлович, разрешите представить вам робота, в памяти которого бюджет Ленинградской области. Робот-чиновник выглядит немного страшновато. Мне он напоминает робота из мультика «Ну погоди», того, что заяц, волк, заяц. Из других сенсационных российских разработок. Широко продвигаемых, но вдруг исчезнувших. На этот раз от Роснано. Планшет «Пластик Лоджик» должен был заменить учебники в российских школах. Через три года и миллионы долларов после презентации Анатолий Чубайс признал, что разработка не может конкурировать с айпадом. Есть в России, конечно, и удачные разработки. Возможно, когда-то они даже станут доступны простым гражданам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова